Раф, мы всё время работаем над объединением, над привлечением света, но предстояние у горы Синай от нас требовали как один человек в одном сердце. Да. Прежде всего, что это такое за строение, как один человек в одном сердце, и что нужно в объединение добавить, чтобы достичь этого. А как один человек с одним сердцем, это значит, чтобы у нас было одно желание к одной цели, и каждый, он помогает и поддерживает другому, чтобы прийти к этому. Очень просто. А в чём разница между обычной нашей работой в объединении? Потому что мы хотим объединиться, и прилагаем усилия, и притягиваем свет, но вдруг здесь кажется, что вдруг произошёл какой-то клик, что стал единым со всех сторон, и в сердце, и в мыслях. То есть всё как бы как будто бы человек там теряется внутри. Я даже не могу представить это состояние себе как один человек в одном сердце. Когда мы не чувствуем между собой никакой разницы, и действуем, я не знаю, как солдаты, которые проводят какую-то операцию, или какую-то особую работу выполняют. То есть каждый поддерживает других, и у всех у нас одна цель. Что тут непонятного? То, что непонятно здесь, что мы прилагаем усилия всё время в объединении. И есть некая ступень, которая находится выше наших усилий в объединении. Эта ступень называется «кодин человек в одном сердце». Что это за скачок между обычными ежедневными усилиями, которые мы делаем, и тем состоянием, на котором мы все зациклены, все замкнуты там, где мы пропадаем, исчезаем? Я хочу, что то, что хочешь ты в своём сердце, чтобы это осуществилось. И так у каждого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!